Продолжение следует... Продолжаем разговор. Или ругательных слов в чате нашего радио, а также на канале Ютуба, как-то вырасти, пожалуйста, свои ощущения и впечатления от слов, от музыки. Ну, я бы уже говорил, вокальные данные мы не рассматриваем. Меня больше интересует, как передано настроение, как передана суть. Прошу всё-таки отозваться. Вот. И ты упомянула имя Святозара. Насколько я понимаю, о какой Святозаре? Про кого ты говоришь? Я имела в виду Святозара, моего супруга, с которым мы всегда ведём наши встречи. Вот он сейчас рядом находится. И я имела в виду его. Ну, так и говори, с моим супругом Святозаром. Как это? Мало ли Святозаров в России, да? Да, это как раз признак расцвета. Как я вижу вопрос в эфире. Здравствуйте, вы сказали, что наступает, наступил расцвет. Возможно ли узнать признаки расцвета? Да, возможно, появилось много Святозаров. Ну, хорошо. Раз уж ты так винулась в бой и начала отвечать на вопросы, давай тогда я всё-таки прочитаю вопрос от Психа. Так всё называют Псих. Такое вот многоговорящее имя Псих. Вопрос в эфире. Здравствуйте, вы сказали, что наступил рассвет. Возможно, это признаки расцвета. Значит, первый признак, ты сказал, Святозаров много появилось. А ещё? Ну, а ещё на самом деле видно, что люди стали пробуждаться. То есть я вот занимаюсь очень давно темой целительства, и лет уже, наверное, больше 15 лет. И я, ну, как бы общаюсь с людьми, с различными, и вижу, как они мыслят, как они двигаются в сторону того же здорового образа жизни, питания, очищения организма. И вообще, насколько стали последние годы интересоваться как раз люди славянской тематикой. Появилось много очень интересных как раз радио, книг, изданий, интернет-сайтов, которые рассказывают о том, как надо жить правильно. И, конечно, скажем так, сейчас такая идёт волна. И волна эта как раз оправдана тем, что пришёл рассвет, рассветное время, каждому нужны свои практики на каждом уровне духовного развития. И вибрации у людей растут, и сознание становится более восприимчивым к таким вот вещам. Вот так. Я считаю, что это основной признак рассвета. То, что люди интересуются духовностью, интересуются, как прийти к счастью, готовы делать активные действия, создавать движение, читать, искать, исследовать, очиститься, питаться более здоровой едой. Это и есть признаки. Ну и, конечно же, перед рассветом, как говорится, самая сильная тьма. Мы видим то, что происходит в пространстве с нашей природой. Это не надо, думаю, никому говорить. И как эколог это всё чувствую, вижу, понимаю. И, скажем так, дальше уже некуда. Дальше край. Понятно. Так, вот реплики по поводу песни. Азмь, если царь написал, доработать надо песню, интонацию. Дальше. Здравия всем. Это онлайн-урок игры на гитаре. Пророк Миха. Нет, Пророк Миха. Это не онлайн-урок игры на гитаре. Это песня. Песня. Ну, в общем, ещё я буду пересказывать. Надо было просто слушать внимательно. Псих. Слово-творец почему-то режет слух. Бог звучит роднее. Весне богов. Хорошая песня. Здравая. Молодец, девчонка. Сразу уточнение. Девчонка не может быть молодцом. Молодец — это тот, у кого есть отличительные половые признаки. Скажем так. Молодец, девчонка. Умница. Я бы так написал. Так. Псих сразу. А рот ещё роднее. Люба, близкие мне слова, написала Винтерподсолнух. Дальше. Умиротворение чувствуется. Очень красивая песня, написала Тиана. Вот. Её сразу псих. А, да, вот Ярослава написала. От песни мурашки чувствуется энергетика. Вот. Дальше. Псих написал. Он же задал вопрос тебе про рассвет, да? Ты ответил. А он тебе написал. А мне не видно. Спят и храпят. Кстати, я хотел тебя тоже спросить. Поддерживаю данный случай психа. Хочу немножечко так продавить эту тему, чтобы ты её больше раскрыла. Может быть, просто ты общаешься с теми людьми, которые уже интересуются этой тематикой, поэтому вокруг тебя их больше. А может быть, ты просто в тех самых злачных местах меньше стала находиться и не ходишь там, поэтому и не видишь тех зомби, которые спят, ходят, как сомнамбулы и не понимают, что происходит. Может быть, секрет всей тайны Золотого Ключика именно в этом, а не в том, что рассвет наступил, и люди просыпаются. Ну, я думаю, что, наверное, рассвет наступает для тех, кто хочет, чтобы он наступил. Потому что если люди не хотят этого видеть вокруг себя, если это не является их сутью, нет этого внутри, то, соответственно, по канам Вселенной к ним это и не притянется. Конечно же, у меня этот процесс идёт именно так, как ты описал, Алексей. То есть я стараюсь находиться на волне рассвета и, соответственно, притягиваться к жизни людей. Но тем не менее я бываю и во всех этих, ну, может быть, не во всех злачных местах. Для меня злачные места — это супермаркеты, в которые я тоже иногда попадаю, и там автобусы, поезда, и вижу, что… Ну, как люди реагируют на те же песни, на книги, на ещё какие-то мои лекции по разным вопросам. Особенно для меня видно, как люди реагируют на питание. Вот 15 лет назад это было практически невозможно. Я слышала от людей чаще всего «да вас убьют за вот эти знания». Сейчас эти знания несут все практически, кому только хочется их нести вне зависимости от образования, делятся своими находками, как они озноровились с помощью сыроедения, вегетарианского питания. И люди это воспринимают всё больше. Даже сыроедение становится модным. Пестрит интернет различными информационными сайтами. То есть, в принципе, рассвет уже не скрываем. Вот. Я так считаю. Но это я не навязываю, конечно, своё мнение. Кому хочется пребывать дальше во временах заката, не вопрос. То есть, ну, ещё злачные места остались. Нарада тут, реплика появилась от Нарада. «Мне понравилась песня про мурашки такида, здравия всем». Замечательная песня Светланы Коноваловым писала. Очень глубокая, духовная. Вот. Так что подтягиваются люди. Вот, Владимир, только приехал из пробок специально-специально на эфир. Люди торопятся, чтобы послушать. Ну, у тебя злачные места какие-то уж слишком злачные. Там автобус, супермаркет, железнодорожные какие-то там вагончики. Ну, прям самые-самые злачные места. Я понимаю, там какой-нибудь там бордель завалится. Вот это да, злачное место. А так в супермаркет сходить, фу, какое злачное место. Ты прям как сказала, мне ж весело стало. Ну, хорошо. Ладно, у каждого своё. Каждый, как у меня учитель мой говорил, каждый мается по-своему. Собака от холода под забором, а кошка от жары на печке, да? Вот. У каждого свои злачные места. Ладно, хорошо. Хорошо. Интересно с тобой, Александр. Хорошо. Значит, по поводу, вот, как живут ведрусы. Известно, что община не может просто так встречаться с кислыми личиками и расходиться, да? Обязательно должны быть какие-то совместные мероприятия, тем более радостные. Вот что-то ты можешь нам рассказать? А какие праздники, на какой основе у ведрусов проводятся и к чему они привязаны или не привязаны? Просто так, ну, захотелось погулять, а, ребят, пойдём погуляем. Ну и пошли, все встретились. Или как-то по-другому? Я думаю, Алексей, наверное, ни для кого не секрет, что в славянском мире самые главные праздники — это, конечно же, колодарные. Это дни, связанные с солнечным равноденствием, с солнцестоянием. И это является, конечно же, основой. Очень часто звучит вопрос, когда же у нас начинается год. Ну вот это тоже есть разные мнения. Но вот то, что колодарные праздники нужно отмечать, к этому сходятся все. Ещё есть, естественно, праздники, которые связаны с естественными, скажем так, для человека явлениями, и такие, как там праздник урожая, и, например, праздники, связанные с почитанием различных ликов рода, родных богов. Это праздник Даны, вот с которой начинается год, если не считать колодарного праздника, богини воды. И дальше они идут по годовому кругу и приходят к празднику Доли, не Доли, праздники, почитания Перуна, День Земли, праздник Макоши, праздник Лады и Лили, родных богинь и так далее. То есть отмечали наши предки их естественным образом. Вот кто-то написал, я слышала про творца, не нравится слово «творец» в отношении к роду батюшки. Мне нравится это слово, потому что творчество для рода батюшки — это основное качество, ему присущее. Есть у него и другие качества, но вот человек создан, скажем так, по образу и подобию родом, и создан он как раз творцом, в моём мировоззрении. А наделён творящей силой, и именно к этой творящей силе мы должны прийти. И по ней, собственно говоря, род батюшкой может судить качество нашей сути, нашего духа. Можем ли мы воплощать на Земле то, о чём мечтаем, свои образы или нет. И, соответственно, имя «творец» мне нравится, резонирует в этом плане. Но вот творчество было как раз присуще людям на праздниках, потому что собирались именно для того, чтобы, повысив свои вибрации, соединившись с помощью музыки, песен, хороводов в одно целое, как раз сотворять образы. То есть сотворение образов являлось кульминацией. Вот сейчас я вижу, что праздники в основном имеют какую-то незаконченность в общинах, потому что мы собираемся, мы поём под гитару, слушаем бардов или вместе поём, или наводим хороводы, а дальше, собственно говоря, играем в игры, сонастраиваемся друг на друга и, соответственно, расходимся. А как раз вот на этой волне и нужно сотворять светлые образы того, что нужно общинам. И именно для этого люди и собирались на праздники, чтобы в единстве как раз в треглаве, с родом, с родными богами, с предками, с потомками сотворять то, что нужно. А советоваться друг с другом, вырабатывать хороший, работоспособный, жизнеспособный образ и наполнять его энергией, силой проводить через свой дух энергии тех существ, праве которых я перечислила, предков. И, соответственно, такой образ материализуется. Так что, на мой взгляд, это то, для чего нужны праздники, как их праздновали и какие они были. Продолжаем разбирать тему завета ведрусов. Я часто, работа у меня такая, да, оказываюсь в эпицентре каких-то событий, в эпицентре каких-то разговоров, споров и так далее. Вот как-то наткнулся на такой, ну, спор не спор, разговор. Всего передавать не буду. Суть его сводилась к следующему. Один человек упорно рассказывал о том, что вот те, кто себя называют ведрусы, это очередное такое направление в славянском стиле, в родовом стиле, которое было придумано для русских, взамен хиппи, которые не прирослись. Вот для России хиппи не подошли, и поэтому вот взяли ведрусов, убрали там аксессуары какие-то, добавили русских славянских богов, а вот вся остальная подноготная осталась. То есть живите в любви, пойте песни, там, дыхайте на травке, но только вот где у вас есть боги и так далее. Вот взяли за основу Анастасию, писание о ней, и вот таким образом наслаждаются жизнью. Что ты могла бы, если бы оказалось при таком разговоре, возразить или дополнить, наоборот, заявление этого человека? Вы знаете, я бы, наверное, промолчала. Молчала, потому что, ну, как бы, вера одна, заветы предков, скажем так, каждый понимает в меру раскрытия своей родовой памяти, и не вижу смысла, как бы, таким людям что-либо доказывать. То есть если им нравится жить в состоянии мировоззрения, ну, в котором они пребывают и находятся, то есть это их воля и выбор, и они могут там пребывать. Я же в основном предпочитаю общаться с другими людьми, которым более близко, ну, там, может быть, моё мировоззрение и моего окружения. Это нормально, что люди как раз собираются по таким аспектам, ну, в группы, как бы, по интересам, и каждый живёт так, как хочет. Ну, вот, то есть, ну, не знаю, мне нечего сказать больше. Понятно. Идём дальше. Вопрос в эфир от Александра. Зачем наши предки несли знания другим народам? Не придерживаясь, сказано, не несите знания другим народам, ибо обратят, обратит они, вот так написано, обратит они их против вас. Ну, в общем, обратят они их против вас. Ну, так и получилось с нашими предками. Мы как раз описывали это в книге «Край дольмена в живой ведрусе». Тоже было очень больно принимать эту виду о том, как наши предки как раз и, собственно говоря, провалились. То есть, наступил вот этот переломный момент. Ну, вот предки рассказали так, что для ведрусов была характерна среда. То есть, предки всегда создавали среду, пространство. И эта среда — это как бы понятие, они называют среда, мы в современном понимании называем это эгрегорами. То есть, это эгрегора семьи, общины, ну, скорее, общины. Даже есть вот среда народная, то есть, среда державная, эгрегор державы. И вот в этой среде было, скажем так, что-то, но она была живая, что-то принято, были свои традиции, были свои устои. И среда была живая тем, что сама была мыслящая, как эгрегор, и стремящаяся к каким-то своим целям. И среда была такова, что ей всегда было интересно развиваться, потому что, в общем-то, и родными богами, и родом батюшкой задача для человека ставится первоочерёдная — это духовное развитие. И, как сказали предки, именно вот эта среда сама выжелала каких-то новых знаний, чего-то нового и необычного. Она была наполнена счастьем, которое творили ведрусы, потому что они ежедневно, и от праздника к празднику, от встречи к встречу, от вечи к вечу, творили свою счастливую жизнь. Им, в общем-то, было хорошо, заботились о всё возрастающем вот этом состоянии счастья. И, как сказали предки, вот эта чаша счастья народа, она была наполнена и даже начала переливаться через край. И когда вот это произошло, то есть среда сама потребовала того, чтобы вокруг люди тоже были счастливы. То есть захотелось помогать очень сильно другим людям стать такими же счастливыми, как они. И интересно, что когда мы помогали другим народам, это было нормально. Но когда мы стали, скажем так, наши предки стали помогать другим цивилизациям, не зная их сути, их, скажем так, настроек определённых, их сознания, так получилось, что они начали помогать тем, кому нельзя было помочь. Им встретились на пути те, чья традиция, скажем так, и образ жизни, если можно так назвать, кому не подходила наша традиция, наш образ жизни по каким-то личным характеристикам. Это были как раз рептилоиды. Они не могли понять, потому что не было у них этих духовных настроек. А там больше логики, там больше, скажем так, исследования инструкциям, ну то есть какого-то материального расчёта, а душевность, вот такие состояния высоковибрационные, там импульсивность, там вера им были непонятны. И вот как раз стараясь донести до них учения родных богов, на этом и провалилась бедруская цивилизация. То есть они посылали очень много любви этим существам, давали им практики, давали им тайные знания и так или иначе в конце концов пришли к тому, что если они не помогут им таким близким взаимодействием, то те не поймут. Ну то есть пришло такое понимание к ведрусам, что они не могут проникнуться, скажем так, вот этой традиции ведруской, потому что у них нет близкого общения и нет среды. И решили создать, собственно говоря, эту среду, точнее впустить в свою среду вот этих существ. Они открыли порталы Междумирья, и боги им позволили это для опыта. И, собственно говоря, таким образом, как нам сказали предки, попали рептилоиды на Землю через вот эти порталы. Соответственно, они захватили наши знания, наши традиции, не для того, чтобы их использовать для своей счастливой жизни, а для своих личных целей, для того, чтобы использовать их же против нас. И, собственно говоря, вот с этого и начался закат ведруской цивилизации. Поэтому я тоже, скажем так, с осторожностью сейчас уже, как потомок ведрусов, отношусь к тому, что нужно кому-то навязывать свои учения. То есть кому нужно, тот притянется, услышит. Кто не готов, бесполезно это делать совершенно. То есть надо, ну как бы опыт, который мы извлекли из прошлого, то, что нужно, скажем так, объединять единомышленников и не стараться объединить тех, кто, скажем так, далёк от этого мировоззрения, далёк от тебя. Потому что единство по веде от рода строится постепенно от центра и как бы на расширение. И если пытаться в это единство включать людей, которые тебе, но с тобой не резонируют, то никакого единства построено не будет. Это будет как троянский конь. Вот в этом единстве. То есть люди должны постепенно присоединяться, соединяться душами, проникаться единым мировоззрением. И тогда вот общие традиции, общие практики и защита будет, и всё это будет хорошо работать вместе. Ну вот я так отвечу. Это моё мнение. Хорошо, ты сказала о том, что объединяться надо, но видишь, здесь есть некоторые моменты, которые ты сейчас и обозначила. То, что получается не со всеми на каком-то этапе, а может быть вообще не получится объединиться. Не то, что на каком-то этапе, а вообще не получится объединиться. Слишком много разных взглядов, слишком много разных представлений. Например, у нас сейчас как-то искусственно, на мой взгляд, местами даже раздувается различие. К примеру, вот есть староверы, они живут обособленно. Есть родноверы, тоже несколько обособленные, так более творческие, вот они общаются. Есть язычники, как они себя называют, тоже как-то так обособленно, но при этом достаточно местами агрессивно выступают. Вот есть ведрусы. Как, ну и там ещё много продолжать, можно различных течений внутри этих течений, и также, может, какие-то дополнения ещё будут, смеси. Но вот как хотя бы вот эти четыре течения между собой объединить? На каких основах, как ты думаешь? Ну вот так интересно, что на самом деле род батюшка дал через нас веду о счастье. Счастье — это когда ты в состоянии единства со всеми своими частями, это вот как раз единство в роде. Это, собственно говоря, и есть род. Поэтому я верю глубоко, что рано или поздно в светлые, ну когда рассвет, скажем так, превратится в день сворожие, единство точно будет. То есть и люди придут к этому состоянию и поймут друг друга. Сейчас мы как бы разъединены, потому что у нас не разные мировоззрения на самом деле, у нас разные вибрации. То есть наше сознание, наше тело, душа вибрируют на разных частотах. И как бы по элементарным представлениям мы просто находимся на разной волне. Из-за этого не можем сонастроиться. Я это очень часто вижу на встречах и в семинарах и в консультациях каких-то личных, когда люди сначала не принимают что-то в штыки. И мы принимаем их, что они это не принимают, не настаиваем, люди уходят и даём им возможность самим расти. И вот где-то находясь там и проходя свой внутренний какой-то духовный рост, трансформацию, потом люди приходят и говорят, что надо же, мы слышали это 10 лет назад, но нам совершенно не срезонировало, а вот сейчас чувствуем, что это наше. То есть народ дозреет до единства в моём мировоззрении. И вера в это есть, потому что это естественный процесс. Мы в тёмные времена разобщаемся, в светлые времена собираемся в одно. То есть это, скажем так, аксиома, не требующая доказательств. Как соединяться, на каких принципах, в общем-то, тоже понятно. Потому что как бы изначально у землян была одна вера, и она со временем распалась на какие-то религии, течения и так далее. Вот был вопрос про хиппи, про какие-то сборки. Неоднократно слышу, что там и наша живая вероведа, которую мы, скажем так, о которой мы говорим, это тоже течение, там слепленное из, как и журналист один высказался, из как бы нью-эйджа о теории как бы Анастасии Владимира Мегре и родноверия. То есть некий такое тоже как бы новое течение, слепленное из других. На самом деле такие заявления, они просто смешны, потому что всё есть частички одной единой стройной веры, ну то есть божественной истины, которую как бы боги не спаслали на землю. Она как бы разбиралась в тёмные времена, и как бы крупица истины есть в каждом учении. И сейчас она собирается. Это вполне закономерный процесс. Как она будет собираться, сколько ещё течений возникнет, это мы не знаем, это непредсказуемо, наверное. Но рано или поздно она соберётся снова в одну единую традицию. И чем мне нравится, скажем так, теория ведрусов, тем, что ведрусы — это ведущие русы, имеющие канал, имеющие возможности получить от богов заново вот эти коны мироздания, которые, скажем так, срезонируют у многих людей. И в принципе, о чём говорят родные боги, что если каждый человек рано или поздно соединится с родными богами, это значит, что он соединится с центром, с родом Всевышним. У рода Всевышнего одна вера и одна веда для нашего народа. И как раз вот эта иерархия духовная, соединение духа с родными богами, с родом батюшкой, как раз и приведёт людей к единству. Потому что если люди ведают рода и знают, что он хочется сейчас в это время, но они как бы в этом знании едины по-любому. Ну вот, наверное, так и сложится. То есть, скажем так, на сегодняшний момент у тебя такой универсальный рецепт заключает в следующем. Отпусти человека, дай ему созреть, он сам придёт к тому, что ему нужно. Нет такого универсального слова, ключевого. Говоришь там, 288, бабах, ух ты, и сразу проснулся, там включилось всё. Или там, золотой ключик, бах, включился. То есть, иди погуляй в саду, послушай птичек, потом возвращайся через лет 10, и мы с тобой поговорим. У тебя такое рецепт. Я бы не сказала бы так, но это было бы слишком просто и слишком грубо. То есть, я говорю о том, что человек должен сделать выбор при этом. То есть, если он обратится к Всевышнему, если он его не отрицает, или к Вселенной, или ещё каким-то, скажем так, творцу, роду, Богу, как его ни называй, и попросит о том, чтобы Бог его привёл, скажем так, к себе, вот, и тогда его можно отпускать на все четыре стороны. Не вопрос. Но, конечно же, люди будут лучше развиваться и быстрее, если они попадут в какую-то среду. Даже если они будут двигаться по эгрегорам, даже по тем эгрегорам, которые родноверие не признаёт, но двигаться в своём духовном развитии постоянно, они рано или поздно вырастут из эгрегоров. И если они попросят, то рано или поздно в их открытое сознание, готовое к изменениям, придёт беда о том, что этот эгрегор для них уже больше не подходит, он устарел. И они там, например, оставят христианство и уйдут там, ну, предположим, к решнаитам, да. Потом, надоедят к решнаиту, уйдут к родноверам. Надоедят родноверы, вырастут, да, из этого эгрегора, пойдут напрямую к роду. Вот, то есть, ну, путь по эгрегорам тоже возможен. Лишь бы человек не пошёл в сторону материализма и там не зарылся в этом. Конечно, и в этом случае тоже есть какие-то пути, когда ему опостылит этот материализм, он зароется в своих вещах, поймёт, что это не приносит ему счастья, и, может быть, маятником его переклинит в другую сторону. То есть, такое тоже, в принципе, возможно. В общем-то, я верю, что у каждого здесь на Земле есть свой путь восхождения, но также есть и свобода выбора. Если человек делает выбор и пользуется этой свободой в сторону духовного развития, он придёт. Идём дальше. Реплика в эфир от Тианы. Доброго здравия Алексею и Любави. Любава, вы говорили о колословах. Можете посоветовать понравившееся вам издание? Хотя понимаю, что главное в общении, в обращении к богам, чтобы оно шло от души. Но всё же очень интересно ваше мнение. Благодарю. Колословы — очень сильная практика. И, вы знаете, она у меня не шла. То есть, когда я проходила этап родноверия, там были колословы, и для меня чтение колословов было очень трудным. То есть, я просто понимала, что я могу в поте лица заставлять себя их читать, но мне скучно. Скучно, хоть ты треснешь 64 раза. У меня сознание всё хотело умножить, прочитать один раз, умножить на 64, поставить знаки живо и на этом закончить. Но потом я поняла, что колословы — это некие ключи к родным богам. И уже после того, как стало через канал ведания общаться с родными богами, тогда удалось принять некоторые колословы и выпустить книжечку «Колословник». А может быть, они кому-то срезонируют тоже. Я знаю, что они нравятся моим друзьям, и мы читаем эти колословы, делаем их музыкальными, то есть читаем с музыкой. Вот Цветана, дочь моя, как раз пишет мелодии, определённый вибрационный ряд накладывается ещё на вот эту вибрацию, мелодию. И это является ключиком, который очень быстро поднимает по духовному развитию человека. Это, скажем так, получается, что идёт сочетание духовного и душевного. И вот такие колословы просто волшебным образом срабатывают. В колословах должна быть выражена суть той энергии, того бога, на которого ты настраиваешься. Он не должен быть длинным, желательно человеку сочинить такой колослов, если он хочет проявить творчество для себя самого. Но для этого ещё раз говорю, что нужно познать Бога, почувствовать с Ним сонастройку, и желательно было у Бога самого попросить считать вот этот ключ к Нему. Если Боги дадут, то это будет самая лучшая практика. Так, ну вот из Ютуба сбросили нам реакцию на песню Светлана Коновалова. Замечательная песня, очень глубокая и духовная. Максим Шкарбан, прошу прощения, браво, очень душевно. Дальше, Алексей Ковезин, мощная энергетика идёт от этой песни, я в восторге. Радомирыч Грицко, замечательная песня, одна из лучших про предков ведрусов. Так, дальше, Алексей Ковезин, Любава, я прозрел, что моё здоровье только в моих руках, слышал, что у вас есть книга про экологическое питание. Слышал про книгу. А теперь расскажи, есть такая книга или нет? Да, я ещё занимаюсь оздоровлением, целительством, и у нас есть две книги «Экологичное питание», «Натуральное, природное, живое», «Азбука экологичного питания». Там как раз рассказан путь от, скажем так, самого простого питания, которым люди питаются в нашей цивилизации и как его привести в более гармоничном, высоковибрационном видом. И что интересно, там вот есть как раз шкала питания, и по этой шкале можно, в общем-то, её спроецировать и на сознание, и духовный рост человека. То есть, как вот мы идём по типам питания от традиционного, принятого в обществе, там всеедения, единия всего подряд, любых ядов. И идём дальше через раздельное питание, через вегетарианство, веганство, сыроедение, праноедению. Также и человек, собственно говоря, развивается в духовном развитии, он идёт от простых каких-то вещей, от эгрегоров, которые есть, от религий, и постепенно его сознание расширяется, он может принять в себя всё больше и больше веды, и, соответственно, доходит до высоких состояний единства с родом. Потому что на Земле всё как бы подобно друг другу. И можно, вот я даже тут и слышу, вижу, да, комментарии, что закон подобия Вселенной, подобное притягивает подобное. Вот. Вот ты торопишься это цитировать? Ладно, ну хорошо, цитируешь, цитируешь. Хорошо, идём дальше. Радомирыч Грицко такой наезд на нас. Радио исказило качество, лучше при желании послушать оригинал. Радомирыч, как у меня знакомый в анекдоте говорил, а за это ты не ответишь перед большими пацанами, ничего радио не искажало. Значит, радио не могло ничего исказить, уж извините, какое качество было, то мы и дали. Вот. Конечно же, лучше всегда слушать оригинале. Здесь я абсолютно согласен, и недаром люди ходят на живые концерты как раз ради этого, чтобы услышать качество не в записи и почувствовать не в записи то, что происходит, а в этом присутствовать, в этом быть. Поэтому однозначно лучше слушать оригинал. Стас, добрый. Благодарю. Отличная песня. Реплика Тяны. Я сама живу в районе Кабардино-Балкарии, и есть возможность часто посещать дольмены. Почти все они состоят из кварцевого песчаника. Как известно, кварцы имеют свойство сохранять и накапливать энергию. И любава. У меня такой к вам вопрос. Уверена, вы сможете ответить на горе Храмовой. Древняя поверья именно на ней исполняются самые заветные светлые желания. И оттуда открывается вид на древние мегалиты. Пришло осознание, что необходимо сориентироваться по, есть что-то в стороне света, то есть в какую сторону расположен мегалит. И своеобразно так настроиться, подключиться к сооружению, построить хранителей, простить хранителей, просить, в общем так называемые, просить хранителей передать знания. После я увидел нечто наподобие видеоряда. Дальше рассказывать не буду, но могу сказать, это было в 16 лет, и это досконально перевернуло мою жизнь и сознание. Интересно ваше мнение, любава. Сердечно благодарю. Ну, я думаю, что вопросов здесь нет. Я так понимаю, что предки на дольменах показали мыслеобразы вот этой женщине, ну девушке тогда, для того, чтобы, наверное, досконально перевернуть её жизнь и сознание. И, в общем-то, в этом и есть задача предков наших. Люди приходят к ним с разными вопросами, на дольмены. Но они как раз мы сейчас семинар проводили и принимали веду от предков, для чего нужна людям живая веда. И для предков, конечно, самое главное, для чего нужна живая веда, по их мнению, это для того, чтобы менять этот мир, для того, чтобы двигаться к новой реальности. И вот этого человека, я думаю, что этой женщине не только показали видеоряд, но и дали много энергии, сил, сделали настройки предки, для того, чтобы она могла действовать и эту новую реальность приближать. У меня, Алексей, к тебе просьба, если можно. Я хотела бы порадовать, надеюсь, что порадовать и людям понравиться. Ещё одна песня «Счастье воскреснет в ведруских родах» — это мечта наших предков. Было бы замечательно, если бы мы её вместе послушали, настроились своими сердцами на предков. И после этого я хотела бы передать живую веду от предков-первоистоков, от ведрусов, сдольменов, пшады, чтобы… Ну вот в веду то обращение, которое бы они хотели сделать бы сейчас нашим слушателям. Ну что ж, я думаю, что слово «было бы желательно, было бы хорошо» уберём. Будет. Будет. Сделаем. Будет желательно и будет хорошо. Итак, музыкальная пауза. «Счастье воскреснет в ведруских родах». Я, обратите внимание, в Ютубе не выключаю вещание музыки, как это может кому-то показаться не странно. Почему? Потому что в данном случае авторские права нас не беспокоят, и Ютуб, надеюсь, ещё пока к нам не придерётся за эту песню. Так что слушайте и наслаждайтесь. А потом будем делиться знаниями и ведовством. Народное славянское радио Для пытливых умов Продолжение слушайте в следующей части. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok